ну что всем добрый день у меня очень сегодня такое игривое настроение когда я записываю для вас это видео я в предвкушении сама выполнение этого задания в чем она будет заключаться а будет она заключаться вот в чем вам понадобится листик и ручка первое что мы будем делать мы запишем поиграем немножко с нашим воображением с нашим подсознанием мы запишем 16 слов существительных здесь важно отключить ум почему оно пришло что это за слово что за дебильное слово там допустим коза камин дом столб там неважно вот то что выдает ваш мозг вот в эти секунды мы пишем первое 16 слов существительных далее мы их объединяем первое со вторым третье с четвертым пятое с шестым и так далее знаете как скобочками объединяем и пишем прилагательная которая будет у вас ассоциироваться с этими двумя существительными допустим вы написали дом и библиотека объединяем какая там качественно ли там большая или трехметровая но те прилагательные которые первые придут вам в голову вот здесь самое важно важно опираться на ту интуицию мы пишем это все интуитивно значит мы написали 16 существительных по 2 объединили написали 8 прилагательных далее эти прилагательные мы опять раздвоили на 2 допустим написали дом библиотека большая большая раздвоили и пишем большая что опять пишем существительные допустим большая кухня большая попа почему-то мне так пришло вот и далее у нас получится опять 16 существительных и проделываем еще раз объединяем типа 2 и пишем 8 прилагательных и вот из того что у нас получится последние 8 прилагательных и 16 существительных что нужно сделать а нужно написать рассказ рассказ используя 16 существительных и 8 прилагательных которые получились в конце для чего это нужно мы посмотрим заглянем немножко глубже на то что творится сейчас у вас в душе потому что там начинает работать уже наше подсознание бессознательные какие-то интересные аспекты пишите просто не думая не задумываясь на какую тему вы хотите вот то есть вы видите эти слова и что у вас из этого складывается это может быть небольшой просто рассказ не нужно писать поэму в трех томах но там могут быть именно какие-то реальные вымышленные персонажи вот то как у вас пойдет и предлагаю вам поделиться какие слова у вас получились и и ваш рассказ если вы конечно не против я с вами с удовольствием поделюсь своим рассказом я делаю эту практику ранее мы как-то ходили в йога поход и проделывали это все на природе и когда каждый зачитывал тот рассказ который он прочитал составил вернее и слова которые он использовал вы знаете очень много это говорило о самом человеке о тех мыслях о том состоянии души которое было на данный момент когда я написала о себе это было удивление честно вам скажу и я потом перечитывала этот рассказ и мне было понятно куда мне идти в глубь себя на что мне сделать акцент что проработать всплывали некоторые такие знаете программы бессознательные которые я не видела это может показаться как и другие наши задания очень простым немножко глуповатым а зачем это да что это такое но она тоже имеет свой результат я думаю что вы его получите когда выполните мы это все обсудим и усилим друг друга посмотрим мне будет интересно ваше мнение на то как это отзывается какие впечатления до эмоций и чувства вызывает мой рассказ я с удовольствием прокомментирую ваши рассказы мы прокомментируем рассказы друг другов вот такую проведем классную очень интенсивную работу предлагаю написать рассказы в первой половине дня чтобы в течение дня мы могли на эту тему активно пообщаться договорились живите душой и будьте счастливы я вас очень люблю